Итак, у меня будет беглый, так сказать, обзор по Bittrex 24. У меня мало времени, надо сориентироваться. Я должен закончить буквально через 20 минут. Итак, у нас, коллеги, три продукта. Управление сайтом, все, что связано с сайтами, с e-commerce. Bittrex 24. И вы помните, что мы переименовали, объединили и корпоративные порталы Bittrex 24 в одной редакции. Теперь это Bittrex 24 в облаке, Bittrex 24 в коробке. И мобильное приложение. Вот, собственно, об этих трех продуктах мы будем говорить и сегодня про Bittrex 24. Чуть-чуть рассказать бы хотелось по стратегии, но я обычно об этом рассказываю на пресс-конференциях, но у меня, наверное, сегодня еще найдется время об этом говорить. Вообще, в целом, мы считаем, что рынок и вообще взаимодействие компании очень сильно меняются. И мы ставим перед собой задачу, видим вообще в этом свое уникальное преимущество. Объединить самые популярные инструменты, которыми компания пользуется или которые уже завоевали свою популярность. Это и соцсеть, задачи и проекты, чат, видеозвонки, работа с документами онлайн и офлайн, диск и замена файл серверов, календарии, почта, об этом чуть-чуть подробнее, CRM, телефония, я об этом немножко скажу. Все, что связано со структурой компании, мобильность и вообще открытость. Приложение 24 – это открытые API и открытые взаимодействия. Но давайте некоторые моменты я пробегусь, на чем-то остановлюсь детально, на чем-то в целом. Многие из вас пользуются продуктом, он выглядит вот так. Я напомню, что для всех партнеров есть NFR-версии, которые позволяют вам получить продукт для своей компании и работать с ним бесплатно. На самом деле, на сегодняшний момент проектом уже зарегистрировалось 200 тысяч компаний. Недавно мы отметили и поздравили 200-тысячную компанию. Это стала украинская компания. И Bitrix24UA, 200-ый участник, получил бесплатный год, если я не ошибаюсь, и что-то еще, по-моему, из подарков. Очень рады, что эта украинская компания стала, собственно, 200-тысячным участником. У нас есть понятие активных компаний, и на сегодняшний момент 35 тысяч компаний пользуются продуктом. 3000 – максимальные компании. Отдельное внимание мы уделяем размеру компании. Вы помните, что у нас анлим. То есть мы не берем по пользователям тарифную плану, а это значит, что мы втягиваем всю компанию. Вот среди коммерческих клиентов средняя компания у нас 55 человек. То есть есть сотни человек. Вот рекордсмены 3000, но в среднем 55 – это очень большое число вообще для SaaS-ов. Много места в диске, 15 миллионов программных страниц. Тут на стратегической тессии Саша Демидов показал нашу облачную группировку. Под нагрузкой 105 серверов ты написал. То есть Bitrix24, еще ряд наших облачных серверов, которые мы обслуживаем, В целом, вся облака сегодня измеряется сотней серверов. И это очень заметное число. Важная часть для нас – 99-98. Это отказоустойчивость. Четыре дата-центра в нескольких зонах. Два в США и два в Ирландии. Мы очень много выпускаем. Темп – четыре релиза в год. В этом году мы уже выпустили два и планируем удержать этот темп осенью. Давайте по некоторым моментам, чтобы детально остановиться. Ну, это общий обзор. Давайте по порядку. Чаты, бизнес, видео, звонки. Популярная концепция. Она хорошо известна сегодня клиентам. Общение, собственно, вы видите в браузере и в десктоп-приложении. Два клиента общаются. И в реальном режиме времени видят, когда один пишет. Мы видим, что все в реальном режиме. Это подтверждение о прочтении. В целом, когда появился реал-тайм, все стало значительно более интерактивнее и понятней. Чат завоевывает свою популярность. Это видно по миллионам сообщений, которые отправляют. Помимо того, что это чат, это еще и видеозвонки. Причем из обычного браузера, либо из десктоп-приложения. Если вы не пользуетесь хромом, фаерфоксом. Если я не ошибаюсь, хром, фаерфокс, что у нас еще? По-моему, опера. Яндекс.Браузер. То есть большинство браузеров, которые на хроме сделаны, все поддерживаются. Вообще ожидаем, что Safari будет поддерживать. Не ожидаем, что будет поддерживать Е. Поэтому есть десктоп-приложение, которое, по сути, построено на хроме, на хромиуме. И оно активно с этим работает. Собственно, все это работает и на мобильных устройствах. Пуши, доставка. Вы пишете человеку, не сильно задумываясь, где он находится. Если он на мобильном устройстве, у него появляется соответствующая нотификация. Не буду на этом останавливаться. А вот то, что появилось в новинках, это видеозвонки. Когда через браузер мы делаем видеозвонок, и пользователю появляется видеозвонок. Правда, тут ребята чуть-чуть схитрили. Они в онлайне находились в приложении, потому что пуши еще не приходили. Но вот сейчас уже в бете находится Android. А, прошу прощения. Android уже выпустили в Store. Ой, iOS выпустили. Android еще не выпустили, ожидаем его выпуск. И как раз будут доделаны пуши и видеозвонки. Вообще, конечно, получилось круто. Я несколько твитов кидал и в Facebook, и в Twitter, где мы коммуницировали через мобильное устройство. Надеемся весь этот сценарий сделать легким и простым. Вообще продающийся сценарий. Когда клиентам показываешь, оно имеет прекрасную-прекрасную работу. Итак, мы выпустили видеозвонки, и тут по сценарию сделать звонок, видеозвонок, мобильный звонок и голосовой. Голосового пока нет, но по планам мы его ожидаем. Отдельная тема – это виртуальный АТС. Сначала мы сделали исходящие звонки, интегрировали их в CRM. О, немножко статистики. Кстати, актуальная статистика, ее обновили. 11 тысяч компаний воспользовались телефонией в Bitrix24. 125 тысяч звонков, 4 тысячи компаний привязали свой номер. Я напомню, что это сервис, когда ваш исходящий звонок определяется вашим номером, которым вы располагаете. 100 купленных номеров уже. Это вот, собственно, после презентации уже купили 100 номеров входящих. Мы поговорим об этом. 200 тысяч минут, 40 тысяч максимальное число звонков на компанию. Есть рекордсмены, которые, по сути, построили колл-центры. Почти 4 тысячи звонков на одну компанию. Здесь небольшой ролик, я на нем не буду детально останавливаться, который записывает исходящий звонок из браузера. По сути, ваш компьютер и ваш дистоп-приложение становятся телефонной станцией, телефонным аппаратом. Делаете звонок. Для нас принципиальный момент – это тарифы ниже, чем скайповские, и запись звонка. То есть вы можете записанный файл приложить к CRM. А вот теперь привет. Что? Привет. Это не ко мне. Окей. Проедем дальше. Эту презентацию пропустим. Дальше. Я уже не помню, что мы здесь показываем. А, входящий звонок. Что появилось нового? Входящие звонки. Входящий звонок. Вы можете приобрести номер, и входящий звонок на него выпрыгивает у вас на экране. Я сейчас покажу, как можно настроить очередь. Прямо во время звонка вы записываете сам диалог. Если это дистоп-приложение, то у вас будет плавать соответствующий интерфейс. Вы работаете с лидом, заносите этот лид, регистрируете. Одним словом, CRM получила совершенно новое качество. Ну, это, собственно, обратный звонок, который можно было выполнить. Если я не ошибаюсь, это здесь показывают запись входящего звонка. Секундочку. По-моему, следующая часть. Если клиент уже был в CRM занесен, вот он, входящий звонок, быстро, ребята. Вы видите контакт ответственного сделки, все, что по этому клиенту есть. И это одна из таких ключевых фич, ключевой сценарий, который мы хотели доделать и показать клиентам. Вы можете приветствовать клиента. Здравствуйте, Сергей Владимирович, потому что вы видите все данные по этому клиенту. Итак, появились телефонные номера. Тысяча рублей. Кстати, большинству наших партнеров я уже рекомендовал. Покупайте московские номера. Выглядите как федеральная компания. Вы можете купить Москву, Питер. Вы можете купить номера в большинстве городов. Ну, в большинстве, это я сильно сказал, но мы рассчитываем большинство миллионников закрыть. Здесь Москва, Питер, Калининград у нас стал миллионником. Мы хвалимся этим. Новосибирск, Екатеринбург, Нижний. Наверное, уже здесь не все актуальные, но добавились. США и Великобритания. Да, да. 8800. Вообще планируется. Мы можем, в общем, технически это дать, в отличие от обычных номеров. Смотрите, здесь тысяча рублей, и нет ограничения по линиям, и нет ограничения трафика. То есть любое количество входящих звонков, они не тарифицируются. Но с 8800 требуется тарификация. Формально мы можем. Часто спрашивают, и, наверное, это появится осенью. То есть есть такое намерение. Там есть нюансы, связанные с оператором. То есть если мы научимся это билить правильно, то, скорее всего, будем предоставлять. Вообще объем постоянно растет. Здесь показан интерфейс, как вы выбираете. Выбираете номера и производите покупку. Я не буду на этом детально останавливаться. Пожалуй, на чем остановлюсь. Машутизация звонков. Обработка добавочных номеров. Вообще мы ведь действительно стали маленькой виртуальной АТС. Вроде бы и не хотели, но оно получилось. Добавочный номер мы уже сделали четырехзначный. Сначала мы сделали трехзначные виртуальные номера для сотрудников. Потом оказалось, что нужно четырехзначные, и они появились. Если сотрудника нету, если он не ответил, перенаправить в очередь, ответить на голосовое сообщение, перенаправить на мобильный. Смотрите, какой сценарий. Вы взяли, купили номер, перенаправили, вернее настроили, что перенаправление на мобильный, например, при добавочном 100. Соответственно, вы не даете свой мобильный, сотрудники перезванивают вам на офисный, добавили добавочный 100, и они уже оказались у вас на мобильном. Чуть дальше можно рассказать. Запись этого разговора может быть выполнена и приложена к CRM, через которую работает сотрудник. То есть, если он ответственный за лид. Проверка входящего номера по CRM. Если нашел соответственный за лид, то будет ответить, ответит он, ему номер поступит. Опять же, если его нету, то в очередь голосовое сообщение, либо на мобильный, что тоже очень здорово. Ой, проскочили. Сохранять запись разговоров с клиентом. Это бывает очень полезно. У нас даже, кстати, стали запрашивать сценарий. Все номера перенаправлять на мобильный по CRM, но автоматически записывать и прикладывать факт разговора. Получается, что ты работаешь на мобильном, а портал записывает все звонки и прикладывает их к тем контактам, их не нужно заносить, которые есть. Да, арендовать несколько номеров можно? Можно. А определяться будет в портале, с какого номера поступает звонок? А вот кивает. Будет, да? Встань, пожалуйста. Коллеги, пожалуйста, вот Женю по всем вопросам с телефонией, у него, кстати, нет сегодня доклада, но мы специально его пригласили на партнерку для того, чтобы он мог поотвечать. Выключаем микрофон, рано еще отвечать. А шума много. Женю, пожалуйста, помучайте по поводу входящих. И по поводу сценариев, которые вам кажутся хорошими или нет с точки зрения телефонии. Пожалуйста. Друзья, одна маленькая штука. У нас есть онлайн-трансляция, им не слышно, какой вопрос. Я хотела бы спросить, вот когда номер определится, входящий, лид будет автоматически создан с этим номером? Но планируется? А хотите? Хотим, конечно, это было бы удобно. То есть, ну вот, пообсуждайте с ним сценарий, давай только не сейчас отвечать. Хороший сценарий. Смотрите, на самом деле появившийся инструментарий сразу создал возможность. Сразу стали придумывать возможные сценарии. И мы очень бы хотели сделать самые популярные. Извините, сразу вопрос. Тысяча рублей аренда. А переадресация на мобильные чего будет стоить? Как в обычных виртуальных HTS? Дешевле, чем в скайпе, как мы говорим. Ну, на самом деле она будет использована, то есть, тарификация будет, да. Потому что фактически происходит бесплатный входящий, а перенаправление на мобильный будет по тарифам, которые есть на исходящие звонки. То есть, это стоимость исходящего. В зависимости от мобильного региона и так далее. Ну, там вообще вполне гуманные цены с мобильными. Так, давайте пойдем дальше. Я пробегу сейчас некоторые моменты. Очередь. Кстати, никто не понял, и даже наши сотрудники. Тут, наверное, наша неправильность. Что вот эти вот участники, которые вы здесь указываете, звонки равномерно между ними распределяются. Все решили так. Этому вся нагрузка. Если он уже больше не справляется, то этому. Если не справляется, то этому. Нет, реализовано так. Мы тут поправим тексты и правильно это объясним. Что, если вы указали там пять человек, даже если этот ответил и свободен, следующий звонок будет на второго участника и так далее. Одним словом, это равномерное распределение нагрузки. Ну, собственно, что и нужно чаще всего в очереди. Такой интерфейс и такой вариант реализован. Автоответчик. Можно настроить приветствие. Здравствуйте. Спасибо за ваш звонок. А, у нас звук уже идет. Ну, я уже говорил, что пришлось сделать записи. И особенно пришлось сделать мелодии. Они все авторские. Вы можете загружать свои мелодии. Соблюдайте только права. Потому что, оказывается, они все лицензионные. К сожалению, в настоящее. Пропустим дальше. Итак, входящие звонки оказались прекрасной киллер-фичей, которая очень будоражит клиентов. И на самом деле, вот связка, телефонии и CRM открывает прекрасные перспективы. Соответственно, ну, здесь мы хотели показать, что внутренние номера настраиваются. 007. Прекрасный человек, да? Вся статистика по звонкам, стоимость, все будет расписано. Это очень легко. Посмотреть. Здесь интеграция с CRM – ключевая фишка. Открытие, обработка лида, проверка лида, приоритеты, что, зачем проверяется. Телефон же может быть в нескольких записях и так далее. Ну и интерфейс, который мы анонсировали, но который пока еще не выпустили – это интеграция со своей СИП-телефонией. И здесь у нас, собственно, какой сценарий? У многих и клиентов, и у вас есть уже телефонная станция. И здесь исходящие звонки можно перенаправить. То есть вы указываете и отправляете от нас к СИП и принимаете входящий СИП по своим номерам. Исходящая и входящая линия. Жень, чуть-чуть потише. Ну вот, собственно, мы когда Жене говорили, когда сюда летели, он прям говорил, на следующей неделе мы должны выпустить. Типа, сейчас не успевали перед партнеркой, нужно было дотестировать. Вот на следующей неделе, вроде говорят, что все должно быть. Давайте вопрос по этой части. Сергей, скажите, а через VPN это будет работать? Просто у нас проблема. У нас VPN аппаратный. У нас половина портала, все фичи вот эти вот полезные, они не работают. Что такое аппаратный VPN? Ну, циска. Ну, циска я знаю, да. Ну, у нас, допустим, не работает там интеграция с Гуглом. Естественно, Гугл нас не видит, он не может обратно к нам достучаться. А вы считаете, что мы какие-то волшебники? У вас с Гуглом не работает, с нами должна? Нет, я не об этом, я конкретно вот про эту фичу. Может, вам надо что-то с VPN придумать? Понятное дело, что никак не сделаешь. А вот эта фича будет работать? Ну, вы знаете, мы транспорт. Вообще желательно VPN сделать каким-то у вас более прозрачным, чтобы он… Ну, это надо думать, да. А то, понимаете, он еще в ВНБ отправит, а потом вернет, то есть такой длинный трафик через США. Спасибо. Ну, вообще, мы постараемся это сделать. Здесь важны будут задержки. Посмотрим. Вообще-то, должно выйти и в коробке. И важный момент, наверное. Обратите внимание, если вы будете коробку подключать к СИПу, то это пойдет через нашу облачную часть. То есть трафик будет вот, собственно, вот так ходить. Хотелось бы что-то поставить внутри, чтобы трафик никуда не выходил. Но пока там не все так просто. Может быть, мы к этому придем. Но пока будет трафик идти через Vox & Plan в частности. Итак, это оказалось очень интересным решением. Мы тут пытались доказать с цифрами в руках, что вообще очень быстро. И очень легко получить номера и работать с этим. Итак, обновление CRM. Времени мало, пробегусь. Наверное, уже детально не буду. Возможности, новый интерфейс по CRM. У нас, по-моему, будет еще отдельный план, что мы планируем по CRM выпускать. Мы будем останавливаться. Вообще, начинавшийся как простой достаточно инструментарий, CRM оказалась прекрасным инструментом. И для клиентов, и вообще в работе. Обратите внимание, наверное, вот только на этот момент обращу. Здесь мы показываем интерфейс редактирования и набора свойств. Фактически вы перетаскиваете, сортируете поля, создаете группы, добавляете поле, добавляете новые секции и настраиваете вот эту карточку. Это был, так сказать, первый пилот. Мы собираемся этот интерфейс растянуть. Он сейчас только в предложениях. И мы собираемся его растянуть на остальные интерфейсы. Юра даже говорил, что он может появиться в интерфейсе админки Битрикса, где вы могли бы инфоблоки настраивать, свойства и другие вещи. На мой взгляд, очень привлекательная идея. Если вы за, тогда, Юра, донесите эту мысль. Вопрос такой по функциональности. А можно туда добавить генерацию автоматических каких-то линков с ID клиента, сделки или же… Для интеграции с внешними системами? Да. Ну там, например, есть своя разработка, которая генерирует полезные документы. И туда хотелось бы… Юра Волошин сидит. Вы ему объясните идею. Он ее включит в списочек, а потом попробует нас продавить по этому сценарию. На самом деле, понятный, да. Очень понятный сценарий использования. В общем, мы тут показали, как это выглядит. И интерфейс оказывается проще и удобней. Мы его постараемся везде применить. Далее пошли коммерческие предложения. Работа со статусами. Не буду детально останавливаться. Это не очень технологический элемент. Выпустили первую часть, даже вторую часть по борьбе с дубликатами, не выпустили третью. Третья часть планируется вроде как через пару недель. Ее сейчас активно-активно допиливают и тестируют. Итак, импорты появились, CRM и так далее. Далее идем. Почта. Первый интерфейс был. Мы дружили по имапу с почтовыми серверами. Но на этой пресс-конференции, на последней, мы представили наш союз с Яндексом. Антон Забанных выступал, рассказывал о том, что, смотрите, это красное, это полезный трафик. Это все, что осталось от почты на сегодняшний момент. Все остальное или спам, или автоматика. Чуть больше у компаний. Но это мы, так сказать, рассуждали вообще на тематику, почему это хорошо дружить. А самая главная часть, которую представили, это почтовый сервер. Битрикс24.ру, здесь вы можете купить себе, ой, не купить, а бесплатно получить домены. Мы отдали битрикс24.ru, de, com, ua. В них вы можете заводить почтовые ящики и клиенты. Но мы сделали возможность привязать свой домен. Я это пропущу сейчас часть. А вот привязать свой домен легко. Кто, кстати, уже привязал свой домен? Несколько рук есть. Пять. Окей. Совсем скоро, я надеюсь, появится возможность бесплатно получить домен. Сразу с привязкой к почтовому серверу. Мы сейчас завершаем подписание с Regru. И прямо там вы сможете и для себя, и для клиентов выбрать домен бесплатно. Зарегистрировать, получить почтовый сервер и сразу раздать сотрудникам почтовые сервера, которые нужны. Я вижу вопрос. Ну пока дойдете, я дальше чуть полистаю. Ну и теперь появилась возможность сотрудников приглашать без почты. Так, пробежим дальше. Извините, тут мало времени уже. Раз. Почта. Давайте почту. Я готов. Просьба только одна. Мы тоже подключили почту в Bittrex 24. Да. Там такой интересный есть нюанс. Когда мы хотели ее отредактировать, там есть кнопка «удалить почтовый ящик». И мы его удалили. А хотели отредактировать, соответственно. Нет, не понял. Вы это… Да. То есть мы не ожидали то, что он у нас удалится. Мы хотели его отредактировать. А мы же спорили об этом, да? Мы хотели отвязать его от сотрудника. Да, да, да. Да. И потом мы начали стучаться в Яндекс и говорили, ребята, хелп, восстановите всю, пожалуйста, переписку. Они сказали, сори. Во всем виноват Bittrex. Ой, пришлите это письмо, где они нас виноватыми называют. Да нет, я шучу, на самом деле. Нет, не было этой переписки, но просто просьба именно отвязать поставить. Была переписка с просьбой восстановить. Они, конечно… На самом деле мы именно об этом спорили. Прям вот я помню с Юрой и с Юрами. И они говорили, так, ну они же хотят удалить. Ну давай удалим. Так они же могут иметь в виду другое. Вот в том-то и дело, что мы имели в виду другое. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле очень большое спасибо Яндексу. Они прекрасно шли навстречу. Не все еще идеи по интеграции. Вот в Bittrex24.ru там правильное уже меню, а в своих доминах еще менюшка не от Bittrex24. И вот это вот как раз будет часть… Сейчас над ней активно работают. Я вообще очень восхищен тем, как Яндекс сегодня активно и коммуникативно сотрудничает. Все очень хорошо получается. Так, чуть-чуть. Управление задачами и проектами. К сожалению, я знаю, что вы это очень хотите пообсуждать, но я боюсь, что у нас сейчас не будет времени для того, чтобы сделать. Мы много сделали из того, что хотели по спискам, но мы не сделали по деталькам. У Юры в презентации, где мы будем рассказывать про 15-ю версию, мы расскажем, что будет по 15-й версии. Перенос колонок, много всего. А еще и еще много всяких других вещей, приложения. По приложениям тоже сейчас я, пожалуй, только ограничусь тем, что скажу. Основная концепция открытой API, его должно хватать на работу со всеми функциями, на размещение, создание приложений. Удивительная часть приложений, не опубликованных, в три раза, там, по-моему, даже больше, в четыре раза больше, чем тех, которые опубликованы. То есть партнеры и сами компании делают интеграцию со своей ERP, со своими системами, выкладывают данные в облако или интегрируют, перетаскивают данные, но приложения не публикуют. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы публиковали, но так пока устроено. Ну и тут много уже приложений, которые и продаются, и активно используются. И мы пробуем сейчас продавать другие приложения. Вот мы доделываем сейчас интеграцию с моим складом от триала до продажи. И вы сможете, и клиенты смогут покупать эти приложения через Bittrex24. С 1С документа оборотом, с 1С КПД, готовая интеграция, и тоже ее можно использовать. И в целом мы договорились с 1С, будет интеграция с 1С Fresh, для того, чтобы можно было получить бухгалтерию, управление небольшой фирмой, УНФ, ну и ряд других редакций. Другие приложения. Вот так выглядит система. О, давайте ролик посмотрим. Давай чуть погромче. Чуть-чуть потише сделай, я пока поговорю. На самом деле, многие из вас уже попробовали посмотреть, что это такое. У этого проекта есть несколько целей локальных. Да даже потише, давай я переключу, давай дальше. У этого проекта есть несколько целей локальных и несколько стратегических. Во-первых, его цель сделать единый вход на все проекты. Эту задачу мы выполнили. Вторая часть, обеспечить коммуникации между несколькими проектами. И пока это будут коммуникации, чат, видеозвонки, файлы, шаринг экрана по стратегии. А на следующем этапе мы рассчитываем делать, может быть, общую группу, может быть, общие задачи. Мы как-то хотим переосмыслить интеграции с нетворком, с экстранетом, с другими частями. У нас есть целый ряд преимуществ, которые можно по этой стратегии реализовать. Проект запустили. Это была очень большая архитектурная конвертация. Очень сложно было ее реализовать. Но здесь вот этот… Давайте вот на этом слайде. Пока это все еще было в вебе, уже доступно десктоп-приложение для Windows, которое поддерживает и Bitrix24, и локальный портал, и нетворк. И готовится, сейчас тестируется и разрабатывается приложение под Mac. То есть мы рассчитываем, что будет полный набор. Два десктоп-приложения и мобильное приложение, которое будет обеспечивать коммуникации, видео-звонки между пользователями и вообще в целом работу. Уведомления с разных порталов договорите. С разных порталов уведомления в Bitrix Network, они приходят. То есть у нас проблема такая, мы клиентов всех подключили на поддержку, завели им порталы и потом поняли, что мы не можем поддерживать столько количества порталов. То есть у нас неудобство было какое-то. То есть нам приходят заявки. Но мы вот как раз хотим, чтобы они через нетворк общались между собой. То есть если какая-то задача ставится в портале клиента, в нетворк… А, ну пока мы задачи не затрагиваем, но вообще хотим прийти к этому вопросу. В живой ленте кто-то обращается, чтобы уведомление было, это было бы очень хорошо. Так, чуть-чуть пробежим дальше. А можно еще вопрос? Проблема такая с Bitrix 24 нетворк, что у меня, например, доступ на два портала. Bitrix 24 свой и дружеской организации. Предложили подключиться к Bitrix 24 нетворк, я согласился на свою голову. В результате у меня второй портал напрочь пропал. То есть я там, при попытке через браузер ввести адрес второго портала, я все равно попадаю на Bitrix 24 нетворк и попадаю все равно на свой портал. На второй… Объединение аккаунтов, Юр? Что там можно… Объединение аккаунтов скоро появится. Да. Но теперь я на тот портал пока мне ждать… Да не, можете попасть, конечно. Не могу. Можете. А как? Расскажете как. Хорошо. Все. Можно, можно, конечно. Итак, вот по Bitrix 24 в последнем обновлении. Мобильные видеозвонки, телефония, весь спектр, то, что перечислил. Цены не поменяли. 12 человек бесплатно, прекрасный инструментарий. Место в облаке. Ну, здесь вот, собственно, видите, объединение. Три редакции в облаке и две редакции в корпоративном портале. За 130 тысяч, за 329 тысяч. Это редакции коробочные. Давайте буквально несколько вопросов. Юр, переключайся по e-commerce. Я опаздываю. Задерживаемся. Очень бы не хотелось. А вот можно вопрос. У некоторых клиентов лиды формируются посредством лендинг-пейдж. И как осуществляется интеграция младших редакций Bitrix, именно с CRM Bitrix 24? Для этого есть стандартные механизмы? А в верхних веб-формы? В верхних, естественно, есть. Там мы это делали. Вот вопрос сейчас возник у клиента. Можно ли с младшими редакциями интегрировать? Вообще была прям такая идея. Мы ее недавно обсуждали на стратегической сессии. Сделать генератор форм из Bitrix 24, который можно было во HTML вставлять в лендинге, либо в другие редакции. Здорово, да, хотелось бы. Крутим-крутим эту идею, наверное, подумаем. Спасибо, что спросили. Для Bitrix 24? Долганин. Долганин. Есть такое приложение. Скажи, может оно так делать? Вот. Оно бесплатное? Нет. А сколько оно стоит? 400 рублей в месяц? Всего 400 рублей в месяц. Приложение для Bitrix 24, лендинг-пейджа, сразу закидывают лиды. Да. Прекрасно. Извини, я не знал. Я бы сразу порекламировал. Пожалуйста, один-два вопроса. Все? Отлично.